ОСОБОЕ МНЕНИЕ 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 Мы теперь никуда не поедем отдыхать. А, есть, подожди, такой обрюшкий, с дамскими губками, похожими на куриную попу. Он жестко высказался в пользу того, что вообще не надо россиянам никаких курортов и никаких заграниц. Слышали? Нечего. Нечего, да. А, и еще, по-моему, вот кто-то из депутатов подхватил нытье Кобзона и тоже начал проситься в Европе, и тоже на каких-то очень смешных основаниях, что ему надо сопровождать куда-то какую-то девушку. Нет, ну Кобзона не смешные, допустим, основания были. А вот у того депутата, которого я тоже не помню, как зовут, у него другие основания, потому что он собирается судиться с ЕС, куда его не пускают, потому что он курирует какую-то спортсменку и не может поехать с ней на некие соревнования. Да, и при этом он кричит, что спорт должен быть вне политики. А дети, которые были лишены возможности получить нормальные семьи, они, оказывается, это некий политический фактор, да, с которым можно играть. Потому что этот депутат, он ведь тоже подписант закона Димы Яковлева. Подожди, у вас же есть, у интеллигентов есть любимая книжка в жанре фэнтези про чёрта, и там есть персонаж, какая-то тётка на балу, которую всё время подкладывали окровавленный платок. А, это Фрида её звали. И вот я думаю, что... Потому что она этим платком задушила младенца. Да, я думаю, что вот со всеми депутатами... И она умоляла, чтобы её от этого избавили. Ага, вот со всеми депутатами этого созыва нужно поступать так, как поступали с этой Фридой. То есть всё время, чтобы они в сортир заходили, в сортире их мочить этой портретом Димы Яковлева, в магазин пошли, там увидели. То есть вот есть вещи, которые, конечно, спускать нельзя. Как бы они ни ныли, как бы они ни просились. Ну, понимаешь, они вот своей деятельностью, депутаты, они уже добились того, что, наверное, ей пришло время задать себе загадку. Мне? Да. Вот смотри. А ничего, что я не депутат? Нет, нет. Представь себе ночное шоссе. Ага. И представь себе картинку, на ночном шоссе лежит тело сбитой кошки. Мне жалко кошки. Подожди. Другую картинку. На ночном шоссе лежит тело сбитого депутата. Чем будут отличаться эти картинки? Скажи мне. И что? Перед телом кошки будут слезы торможения. Как смешно. Но я понимаю, что вы людоед, конечно. Где же я людоед-то? Мне жалко всех живых существ. Как вам эта история про Дмитрия Киселёва, который не вполне удачно дебютировал в соцсетях? Я бы так это сформулировала. Я знаю, что его как-то заплевали. Ну, это мягко сказано. И причем толщина заплёва, как выражаются профессионалы, которые там работают с верблюдами и с другими слюноизвергающими животными, толщина заплёва там превысила все мыслимое. Мне жалко его, и я нечего понимаю, почему опять отыгрываются на солдатах и на прапорщиках. На каких прапорщиках? Он генерал. Да как он генерал? Ну, офицер, хорошо. Не смеши, пожалуйста. Он человек, который просто не совсем точно и не совсем верно сделал ставку. Потому что когда человек сидит в телевизоре, он вещает в одну сторону, и он привык. И он не знает, что там творится по ту сторону этой стеклянной штуки. А тут он пришел в интернет, и его там закидали всем, чем только можно. И была очень смешная реплика. Там кто-то написал, комментируя эту историю, написал, это интернет, детка. Да, жаль его. Мне, честно говоря, жаль, потому что все равно я против того, чтобы над наемниками изгалялись. Ведь надо понимать, что... Интересно, значит, раскладывать депутатов по ночным шоссе можно, а в интернете написать что-нибудь словами нельзя? Тоже можно, тоже можно, но нежнее, черт побери, все-таки нежнее. Так все было очень нежно. Потому что вы зашугаете его до какого-нибудь тика, и российское телевидение лишится, я бы сказал, своего лица. И что будет? Честно говоря, будет замечательно. Идется другой лиц. Конечно, конечно. Лицов-то. А Полонская, знаете, в Госдуму идет? Кто? Полонская. О, я думаю, что Мизулина, красотка Мизулина, представится вам после этого тихим ангелом. Потому что у Мизулины, несмотря на все ее достоинства, все-таки нет вот этого сажательно-дубиночного опыта и вот этой странной смеси фанатизма со смазливостью. Это мы же Полонскую с вами обсуждали, да, на прошлой седине, нет? А там была история про то, что никто не отрекался, возвращаясь к Романову. Она сказала, что Николай II не отрекался, нет, и что не было достаточных юридических оснований, или это называется юридически правовых оснований. Слушай, неужели ты думаешь, что вот эти вот ремейки будут тиражироваться, что след, я имею в виду ремейки Думы, да, понятно, что вот мы имеем одно вот кино про зомби, да, но неужели, неужели это еще раз сойдет с рук, неужели вот этот вот составчик, да, грубо говоря, Людаецкий, я имею в виду этот состав Думы и это направление, и этот вектор, Людаецкий вектор Думы. Да, вот неужели это возможно у вас в России, повторите еще разочек? У нас в России все возможно, вы не знаете? Знаю. Мы всех победим, вы не в курсе? Нет, еще пока нет. Ну ладно, у нас... С помощью, конечно, с помощью такого количества самогонных аппаратов, я думаю, что мы долетим не только до Плутона, мы можем даже высадиться на звезду Бетельгейзе и завоевать Крабоеву. Крабоевую туманность, причем я даже представляю себе, кто будет сидеть верхом на этих самогонных аппаратах, когда будет осуществляться космический десант в Крабоевую туманность. Крабоевую туманность, которые будут сидеть, кто же еще. Вот вам понравится эта новость про то, что президент подписал закон, который упрощает регистрацию религиозных организаций. Им теперь не нужно ждать 15 лет, чтобы из группы в организацию перерегистрироваться. Там что-то связанное с какой-то образовательной деятельностью, как вы любите, ну и все такое. Я знаю, да. Причем по этому поводу уже истерят попы. Они уже попытались, в общем, каким-то образом начать рвать на брюхах волоса по этому поводу. И всяко страдают, и всяко кричат про то, что, значит, отдадут рассеюшку в лапу всяких жутких сектантов. Хотя непонятно, чем одни сектанты отличаются от других сектантов. То есть просто есть секты богатые и большие, есть маленькие и бедные и с другим названием. Но это проворонили сами попы. При мощи их административного ресурса, они, если бы они не занимались бы только собственным бизнесом, торговлей, магическими услугами, то они, в принципе, бы этот закончик могли задавить еще в колыбели. Но поскольку они вот существуют уже, вот они вот как фрицы по деревне захваченные идут, уже ни на что не обращая внимания. Они, конечно, такой пакости не ждали от государственной власти, что та возьмет и даст права их конкурентам. Причем эти права, я тебе могу сказать, не слабые. А что это случилось тогда, как вы думаете? Я подозреваю, что опять тупо и непредсказуемо сработал какой-нибудь, кем-нибудь когда-нибудь запущенный механизм. А поскольку ситуация, скажем так, никому не подконтрольна, особенно законотворчеством, то есть там понятно, что это все, это поле безумия. Но Путин подписал президент. Он подписал. Он же не подпишет, а бы что. Нет, он, ну я, во-первых, не знаю, по какому принципу он подписывает. Я не пресс-секретарь и не родственник. Я не знаю, по какому принципу Владимир Владимирович все подписывает. Но, тем не менее, это совершилось, и мы слышим скорбный вой попов со всех сторон. Что, в общем, не может не радовать. Ладно, а мне говорят, что ее фамилия Поклонская, а я как сказала? А я даже не, ты знаешь, честно говоря, я их фамилию предпочитаю не запоминать. Пожалуйста, если я оговорилась, да, конечно, это именно так. Вы сейчас слышали в выпуске новостей про то, что москвичи будут голосовать. Им предложено голосовать за выбор места для статуи вот этой 25-метрового колоса князя Владимира. Я считаю, что не надо вообще ограничиваться Лубянкой, Зарядьем или Боровицкой площадью в Москве. Нужно, например, в Санкт-Петербурге тоже поставить князя Владимира. Почему нет? Нет, вы уж нам, пожалуйста, свои памятники не спихивайте. А что свои? Потому что это вот у вас там, вот, знаете, такой был лубок, как мыши кота хоронили. И вот это вот таскание из угла в угол никому не нужного монумента, оно как-нибудь завершится. Я думаю, может быть, это произойдет в пункте приема металлолома, и все будут, наконец, довольны. Страна получит много бронзы, и все будут удовлетворены, потому что, ну, отчасти, отчасти этот персонаж, под названием князя Владимира, он войдет в каждый дом в виде, там, не знаю, вилок, пепельниц и других изделий. 25 метров высоты. Да, то есть там очень много. Это получается 5-6, нет, больше, да, этажный дом. Я думаю, что надо было бы дать наводочку каким-нибудь продвинутым торговцам цветных металл, нет, цветными металлами. Они бы быстро решили вопрос, где ему и в каком виде надо стоять. И это было бы великолепным компромиссом. Я забыла, знаете, о чем вас спросили еще, конечно, когда мы обсуждали нашу законодательную рубрику, про еще одну прекрасную идею законодателей о том, что будут наказывать клиентов, девушек легкого поведения, и мало того, что будут, предлагают внести поправку в статью «Занятие проституцией Кодекса административных правонарушений», а еще есть прекрасная идея, что в женатых клиентов предлагают наказывать строже, чем холостых. Вот у них все-таки я не понимаю, может быть там все-таки в помещении Думы распыляют Виагру в воздухе, потому что все эти вещи можно, вот ими можно озабочиваться и задумываться только в состоянии, ну, какой-то вот сильной и непрекращающейся эрекции, потому что все эти половые вопросы являются для депутатов определяющими. Но, надо понимать, что, если отставить шутки, давай вспомним, что в той же самой Скандинавии проституток обязывают, по-моему, раз в месяц или раз в полтора месяца в качестве общественной неоплачиваемой работы и нагрузки вступать в какие-то контакты с тяжелыми инвалидами. И вот это потрясающе, да, потому что вот есть вектор развития, когда люди стараются быть максимально безопасными, максимально удобными и максимально терпимыми друг к другу. И на этом фундаменте, как бы он иногда тяжело не выглядел, вот на нем можно построить и строить какие-то взаимопонимания и взаимотерпимость. Вот на всем этом тупом запретительстве, при том, что действительно, ну, я даже не знаю, что должно стать символом Государственной Думы, но я думаю, что количество законов и распоряжений, касающихся половых органов, в половой жизни давно превысило уже количество всех остальных законов. Но маразматики, понятно, что маразматики, а то мы возвращаемся, опять-таки, неужели, что ремейк этого фильма про зомби, этой драмы про зомби будет повторен? А ЛНР, ДНР, начинаю я уже спрашивать вас в режиме Блица, потому что уже часики дотикивают практически до конца. Быстро спрашиваю, ЛНР, ДНР, вот эти вот так называемые республики, они проявили мирную инициативу и сказали, что отведут от границ все тяжелое. Или отведут даже. Да, да. Ну, я думаю, что они просто, на самом деле, собирались двигать вперед, но перепутали, как всегда, потому что они вечно путают. Самолет один, самолет другой, пушку туда, пушку сюда, люди пьющие, с тяжелым уголовным прошлым, что ты от них хочешь? Давай не будем вот всерьез обсуждать действия уголовников. Они абсолютно не обсуждают. В смысле, они хотели пойти не на север, а на ют? Да, я думаю, что они просто перепутали в сторону света. А потом сделали вид, что так и приплавлялось. Ну, ладно, хорошо. А вот эти казаки тогда что же, которые тоже двигались на Берлин, и бедные застряли где-то в Брянской области, потому что ввязались в историю, побили студента. Нет, 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 там опять... Нет, ну, а во-первых, а чего вы хотели от всей этой истории, от этого непонятного и в корне, в принципе, совершенно бессмысленного похода? Почему бессмысленно эта скрепа? Ну, вот, значит, это втройне бессмысленно. А они с лошадями же там были, да, казаки? Да, они лошадей этих добили и разбили. Ветеринары рассказывали мне, во что они превратили этих лошадей, то есть лошади до Берлина, чтобы, ты понимаешь, не дошли. Нет, но я, насколько знаю, вот там вот в Пинске, где возбуждены были дела по алкогольному безумству, дебошам и дракам, я просто думаю, что, может быть, опять имело место сексуальное насилие. Мы говорили, ты меня сама навела на эти темы своими постоянными апелляциями к Государственной Думе. Ну да. Поскольку мы знаем, что казаки и сексуальное насилие – вещи за последнее время тесно сросшиеся. Нет, этого не знаю. Я имею в виду отношение, сексуальное насилие в отношении казаков. Ты посмотри, там у тебя должно быть где-то написано про станицу Рождественского, где дагестанец изнасиловал казака в Папахе, в Газырях, при шашке, при полном параде. И вот я боюсь, что в Пинске, в аграрном техникуме, где был весь этот сексуальный алкогольный дебош, было примерно то же самое. Ну, значит, надо лучше организовывать походы со скрепами. Значит, нужно специально обученных казаков туда отправлять. А может быть, это значит, что действительно не надо нам ни на какие, ни на Берлины, ни на курорты. Вот правда не надо. Ну зачем? Ну, вообще, я думаю, что какое-то время, если быть реалистами, нам бы вообще надо было постараться быть незамеченными и посидеть тихо. Но за исключением, может быть, можно сделать исключение, когда будет производиться высадка на Бетельгейзе на 68 тысячах самогонных аппаратов. А вот этот вот чучело Обамы, которое повесили в Перми, недалеко от местного вуза. Ну, если там... Чучело, одетое в человеческую одежду, и чтобы всем было понятно, с табличкой, что это вот он и есть. Ну, это, я думаю, что они не допалили какие-нибудь чучела, которые остались у них либо с Масленицей, либо с каких-нибудь других языческих или других религиозных мероприятий. Ну, вот они решили таким образом реализовать, и наверняка кто-нибудь еще за организацию этого процесса получил бы свою маленькую копеечку. Сообщает нам статистика, что иностранные специалисты уезжают из России активно, и прям чуть ли не половина уже поезжала, и это тоже не абы кто, а это такие нормальные специалисты, управленцы, такие люди, которые здесь работали. И вот они сейчас все успешно пакуют чемоданы. Хреново. Да? Хреново. Оля, что могу еще? Вот, вот. А что ты, а что, какого ответа ты от меня ждешь в ответ на эти? Ну, я тогда спрошу про Машу Гайдар, которая не чужой совершенно для меня человек и для Эха, и на которую сейчас набросились все, кому не лень. Она ведь теперь тоже в статусе иностранного специалиста, но на Украине. Да, и мало того, что на Украине, так еще и у нехорошего человека Саакашвили. Ну, по поводу качества этого человека я бы теперь уже не так был категоричен насчет того, что он хорош или нехороший. То, что он чрезвычайно эффектен и эффективен, это безусловно. Потому что, в общем, уже рухнув политик с такой легкостью, с такой, в общем, это сложно в отношении Саакашвили такое, применить такое слово, но с такой грациозностью взять и подняться, и нигде атакишь в самой Одесской области. Это еще надо уметь. А на труды Маши, ты знаешь, я думаю, что ему больше нужна ее фамилия, чем она сама. Он ведь понимает все равно и символизм этой фамилии, и особый привкус этой фамилии. Да, но только Маша все-таки уже переросла свою фамилию, я вам скажу. Ну, вот знаю просто, поверьте на слово. Ну, верю на слово тогда. Много работала, много сделала. Но вообще, мы много видели девочек с известными фамилиями, как правило, они их не перерастали. Не тот случай, точно совершенно. Не тот. Ну, конечно. Понятно. Ну, давайте то, что называется, посмотрим, потому что рано судить и о роли. И я не понимаю, при вот всей жгучести, кипучести и эффектности Саакашвили, вот как с ним вообще кто-нибудь может сработаться. Ну, мы этого не знаем, потому что мы с ним не работали. Но мы знаем, что он там действительно в Грузии в свое время порядок навел. Он навел порядок, но он и вытоптал всех тех, кто мог бы его предохранить и защитить попутно. Потому что люди такого темперамента, они беспощадны и к помощникам, и к врагам, и к друзьям, и ко всем остальным. Вот это вот, я подозреваю, что он должен быть подсвеповат, и зачем ему такой тонкий инструмент, как ваша Гайдар, тогда я совсем не понимаю. Ну, посмотрим. Хорошо. Маше-то я желаю успехов, например, лично вот я вот, если бы меня об этом спросили. Спасибо большое. Да нет, это же не жалко, я тоже желаю. Александру Невзорову, это была программа «Особое мнение». Пока. Продолжение следует.